Доброе утро, дорогие друзья! С вами Некрос. Хотя для меня это утро не такое уж и доброе. Погода холодная. Мне приходится утепляться, даже сидя дома. Идет дождь. Осень в самом разгаре. Завтра и следующую неделю будет еще холоднее. У меня опять винда полетела. Мне приходится все с компа удалять. Приходится сидеть и трепаться в чатах на ноутбуке. Это стало происходить очень часто. Поэтому считайте, что вот этот вот блог один из таких, знаете ли, негативных, депрессивных немножко. Но зато жизненно, да? То есть не все же радоваться постоянно и праздновать. На то видеоблоги и считаются жизненным таким жанром, потому что включают в себя не только положительные стороны жизни, но и отрицательные. Как сказал подписчик Семен, посмотрим на это с другой стороны. Я отдохну от игры лишний раз. Я стал играть меньше, чем обычно. Может быть это пойдет мне на пользу. Потому что в последнее время мне стали сниться всякие бредовые сны. Давно такого не было. Вот. И сам сон у меня стал не очень таким. Значит надо его как-то постанавливать. Ну что ж. Есть конечно еще одна хорошая новость. У нас нам хоть и повредили кусты внизу, рабочие явно продолжают обустраивать наш поселок. И походу вот это вот, вот это вот, скоро превратится в этот, как его называют-то. Я забыл как его называют. Тротуар его называют. Во. Ну и естественно балкончик наш. Еще раз покажу. Что с ним сделали. Зашили стенку. Вот против ветра поставили. Антенну. Она стала лучше работать. До этого она вообще никак не работала. Ну и надо заходить обратно в дом, ребята, потому что мне холодно. Вот. Я не хочу болеть. А осень это обязательная простуда. Вот. На стадион я из-за дождя сходить не могу. Потому что попав под дождь я заболеваю с 200% вероятностью. Пойду-ка я лучше в дом. Итак. Я снова дома. Смотрю я на свои новые наушники. Маленькие, да, для плеера за 55 рублей. И жалею свои беленькие наушники. Сейчас покажу вам их. А вот они. Вот они. Вот эти вот наушники. Стоили 120, по-моему, рублей. Не эти, не вакуумные. То есть это не капли. Они мне нравились реально. Они из всех вот мелких наушников были самыми дешевыми и самыми качественными. Но они недавно сломались. Ну, в принципе, в этом-то как раз ничего такого странного нет. Они быстро ломаются. Мало того, у них провод был такой, знаете, приплюснутый, что ли. Из-за этого они в узелок не связывались. То есть, да, реально, такие наушники существуют. Они не завязываются в узлы. Все, на помойку. Теперь вот эти вот. Эти мне пришлось покупать два раза. Потому что продавщица дала мне вот эту вот фигню за 55 рублей, которая обладает худшим качеством, нежели вот те. Ну, там и цена, конечно, 55 рублей. Она дала мне сразу бракованные наушники. А в чем бракованность-то их? В том, что ты вставляешь их в плеер. Начинаешь вот так вот чуть-чуть вертеть или касаться, и звук пропадает. Ходил по улице, зашел в пятерочку, вставил в плеер, понял, что надо возвращаться. Возвратился в магазин, вернулся. Поменял на точно такие же. Причем продавщица как будто бы нехотя это все заменяла. Видимо. Ну, просто я не первый раз это делаю. Я покупал у них наушники, гарнитуру, которая была ужасна за 650 рублей. Хотя, по сути, она не стоит ни копейки. То есть, это самый плохой товар in the world. Вот это вот я менял. Мышку тоже я у них покупал. Тоже обратно возвращал. Такие дела. Ну вот, сижу с подписчиками, общаюсь на ноуте, на своем. А 8 процессора. Игры что-то не тянет. Ну и ладно. Не очень-то и хочется. А здесь у меня вот ничего у меня здесь. Сейчас буду вводить код. Кстати, я винду только со второго раза смог установить. Вы не поверите. Она слишком быстро устанавливалась. В итоге у меня сбилась установка, и она просто не запускалась. Мне пришлось ее два раза подряд ставить. Поэтому вот это вот сейчас пока не работает. Кнопочка горит, а толку мало. А здесь у меня вот валяется, знаете что? В этом конверте лежит чек от Google AdSense. Ну, от партнерки, от YouTube. Но я боюсь вам его показывать, потому что там вся инфа. Всякие ID, всякие подписи мои. Вот адрес. То есть адреса всякие, вплоть до квартиры. Даже сумму на самом деле показывать не хочется. Просто знаете, что вот у меня такая вот фигня есть. Пришла эта фигня мне, по-моему, через три недели после запроса по почте. Так что знайте, что чеки, да, можно получать по почте, это нормально, но потом у вас будут проблемы с их обналичиванием. Я его обналичивал только в цифровом виде. Теперь мне нужно разбираться, что мне делать с WebMoney. Мне нужно WebMoney, кстати, обналичивать. Я пока не знаю, как мне деньги оттуда взять, потому что и без чека на WebMoney уже денежки есть, а их нужно как-то в семью положить. В общем, буду я винду продолжать ставить и поем, наверное, несколько конфеток. Так, коровки это. Чтобы, так сказать, с помощью сладостей повысить количество эндорфинов в голове. Как бы это мрачно и не звучало. Добро пожаловать в осень, короче.